Чебоксарский кинофестиваль Седьмой по счету, традиционный, но тем не менее он готовит нам некоторые новшества. И об этом нам расскажет сегодня Лариса Захарова, пресс-секретарь кинофестиваля, и Юлия Раскидная, председатель блогерского жюри. Вот одно из нововведений, это блогерское жюри в этом году появилось. Как возникла идея создать это жюри? Блогеры – это люди, которые активно пишут в сети, интернет, разные заметки о том, что происходит в их жизни, и большое количество людей откликаются на эти записи, комментируют. Это, собственно, называется блогерским движением. Такие люди есть в республике у нас и в городе Чебоксары, люди, которых достаточное количество людей читают, откликаются на их мнение. И поэтому в этом году вот дирекция культурных программ такую честь оказала чебоксарским блогерам и разрешила нам присутствовать на всех фильмах, которые будут показываться на кинофестивале, и даже разрешила нам подарить свой приз тому фильму, который нам больше всего понравится. Они такие же зрители, но плюс ко всему это люди, обладающие очень хорошим вкусом, вот лично на мой взгляд. Поэтому я думаю, что они сделают достойный выбор, и мы очень доверяем и ждем их выбора. Практически все блогеры – это люди, которые имеют гуманитарное образование, либо вообще бывшие профессиональные журналисты. Поэтому прям уж совсем непрофессионалами, конечно, нас назвать нельзя. Хотя, в общем, выбор народа, скажем, нам доверили. Кроме того, ведь будет не только блогерский приз, будет приз от прессы. Да, да, это ежегодный приз, тоже приз жюри прессы. Кинофестиваль пройдет уже в седьмой раз. Шесть лет за плечами, какими они были? Знаете, если говорить, например, о цифрах, то зрителей за эти шесть лет уже, наверное, около ста тысяч посетили мероприятия, фестиваля. Если говорить о гостях, то это более трехсот человек. Вот, поэтому достаточно масштабно уже за эти годы, и вот стараемся. Ну, действительно, кинофорум приобрел такую популярность, да, и за это время приезжало немало и знаменитостей, и Ильдар Рязанов, и Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Харатьян, Лиза Боярская. Ну, в общем, перечислять можно очень долго. А в этом году кого мы увидим? Ну, начнем, например, с членов жюри. Возглавит его жюри игровых фильмов, где будут представлены 12 конкурсных лент. Возглавит его Глеб Панфилов. Тоже, наверное, не нужно объяснять, кто это. Это легендарный режиссер и народный артист СССР. Плюс его супруга, она тоже будет в жюри. Это Инна Чурикова, всеми любимая, роскошная актриса. Это члены жюри. Их будет всего пять, вот двое из них. Если говорить еще о таких очень популярных людях, которые любимы зрителями, это Александр Панкратов-Черный, тоже любимый артист. Вот мы увидим фильм «Мы из джаза» с его участием. Режиссер Карен Шахназаров, он также будет в Чебоксарах и представит вместе с Александром этот фильм. Он приурочен к юбилею Мосфильма. Мосфильма в этом году 90 лет. И это оцифрованные фильмы в новом качестве, современные, с новым звуком, в большом зале, в большом кинотеатре. Это очень здорово. Можно будет увидеть шесть таких лент. Вы сказали, что игровые фильмы будут оценивать это жюри. А будет еще в этом году такая номинация, как фильмы малых народов. Сколько и какие фильмы там будут представлены? Да, у нас впервые конкурс среди этих фильмов. Ранее это была не конкурсная программа, сейчас 13 лент представлены в этом блоке, так скажем. Это фильмы из Хакасии, Якутии, Мариэл, Татарстана, Башкирии. Даже из Македонии у нас будет лента и представит режиссер, сама приедет. И поэтому очень интересная программа. Это и документальное, и игровое кино. Есть и короткометражные ленты, есть и настоящие, полные, так скажем. Поэтому тоже достойно внимания. Они будут переведены на русский? С субтитрами. Те, которые не на русском сняты, они будут с субтитрами. А как будут представлены чебоксарские режиссеры? Кем, сколько, какими фильмами? Да, вот одно из таких достижений наших чебоксарских режиссеров, это вот участие в конкурсной программе. Как раз киностудий национальных будет один режиссер из Чебоксары, это Андрей Васильев. Он представит свою ленту на РСПИ. А также во внеконкурсной программе документальные фильмы Юрия Спиридонова будут представлены. Два чебоксарских режиссера будет. Вы сказали, что это достижение. То есть раньше чебоксарские режиссеры не были в конкурсной программе? В конкурсной программе не было, к сожалению. В неконкурсной были, но вот конкурс пока не было. А как можно стать участником? Вот я сняла фильм. И когда я должна подать заявку? Пройдет ли это какой-то конкурсный отбор, этот фильм? Да, обязательно проходит конкурсный отбор. Этим занимается наш программный директор, кинокритика, киновед Сергей Александрович Лаврентьев. Можно прислать в дирекцию культурных программ свою заявку, либо напрямую к Сергею Александровичу. В течение года мы принимаем заявки, он их рассматривает, обязательно просматривает каждый фильм и уже одобряет его участие, либо пока не одобряет. Но помимо конкурсных программ, можно будет еще какие-то фильмы посмотреть и, может быть, какие-то мероприятия посетить? Да, конечно. У нас будет широко представлена детская программа, например. Это фильмы Камары Камаловой, режиссер из Узбекистана. Это очень обширная детская программа. Фестиваль фестивалей – это та программа, я чуть-чуть поясню. Это те фильмы, которые уже на других фестивалях получили одобрение жюри и зрителей. Это будут очень интересные, нашумевшие ленты. Уже, наверное, каждый слышал о них. Это, к примеру, лента «Трудно быть с Богом» Алексея Германа, также «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко и еще несколько лент. «Подолжский клуб покупателей». Это фильм, который в этом году получил несколько Оскаров. Честно говоря, я бы посоветовала сходить, конечно, на основную программу игровых фильмов, потому что она очень интересная. Если вы хотите порадовать свою маму или свою бабушку действительно хорошим кино, можно сходить с ней вместе, посмотреть «Иван Васильевич меняет профессию» или «Мы из джаза». Или наоборот, как написала тоже одна из известных блогеров Женя Федорова, она написала «Я пойду со своей старшей дочерью смотреть «Мы из джаза», потому что я хочу этот фильм посмотреть вместе с ней». То есть это классика русского кино. И действительно приобщить к ней подростка – это тоже очень интересно. Показать ему, что у нас феноменально хорошее кино было, и всегда очень приятно его смотреть. Потом действительно не пропустила бы я эротический фильм «Прекрасный небесный жены луговых мари», потому что я действительно очень много о нем читала. И интересно самой посмотреть. Зрелище действительно любопытное. Ну вот, очень кинокритики хвалят этот фильм. Если же вы соберетесь смотреть «Германа. Трудно быть богом», то вы должны понимать, что это очень тяжелый фильм, что он делался очень долго. И не всякому это, так сказать, по... Не всякий человек сможет это высмотреть, выдержать это зрелище, хотя фильм, конечно, претендует на звание экстраординарного. Я думаю, нужно напомнить еще нашим зрителям, где можно будет ознакомиться с программой фестиваля, куда сходить, чтобы посмотреть эти фильмы. Наш официальный сайт – kinodefizcap.ru. Там программа, там обновления, новости, поэтому всю информацию можно почерпнуть на сайте. И площадки, вот какие площадки будут охвачены? Охвачены все киноплощадки города, это все кинотеатры, плюс это Дворцы культуры, Дворец культуры «Салют», это Национальная библиотека, это Госархив электронной и кинодокументации, плюс это Сосновка и Батревский район. Также, ну, обычно у нас в районах тоже обязательно проходят какие-то встречи и кинопоказы. Поэтому охвачен практически весь город и плюс некоторые районы республики. Что ж, я хочу пожелать вам провести 7-й Чебоксарский международный кинофестиваль успешно. Ну и зрителям хорошего просмотра фильмов. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Это была программа «По существу» в студии Анастасия Алексеева. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин